Игра с теплом Без права на ошибку или игра на жизнь Жители региона потянулись в леса за грибами Однако не все знают, какие съедобные, а какие вовсе опасные Телеканал Север разработал собственную инструкцию для любителей побродить по лесу с лукошком Это телеканал Север Пришло время подвести итоги очередной недели В ближайшие 30 минут самые важные события, которые произошли за минувшие 7 дней Я Олег Катанзийский, новости начинаются И вначале о событии приятном В России день ВМФ Наша телерадиокомпания поздравляет всех, кто носил и по сей день носит тельняшку Моряки с праздником Нас мало, но мы в тельняшках И в продолжении темы Малый противолодочный корабль Нарин Мар Сегодня принимает участие в военно-морском параде На рейде Северной Двины Экипаж судна с праздником поздравил глава региона Грикоши Но он же буквально несколько дней назад На одном из заседаний Предложил пересмотреть правила рыболовства Для представителей КМНС Напомню, для них эта отрасль, пожалуй, главная Подробности прямо сейчас Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин принял участие в заседании Рабочей группы по вопросу развития Рыбохозяйственного комплекса страны Глава НАО предложил, в частности Пересмотреть правила рыболовства Для коренных малочисленных народов Севера Для которых оно является традиционной отраслью А Владимир Путин намерен Уделить вопросам развития рыбной отрасли Самое пристальное внимание Это оценка состояния рыбопромыслового флота Проблемы береговой переработки Доступность рыбопродукции Для населения На встрече с Путиным Глава Росрыболовства Илья Шестаков Доложил, что за полгода По стране идет увеличение Добычи рыбы на 7% Как обстоят дела с рыбодобычей В нашем регионе И хватает ли квоты Я расскажу прямо сейчас Общий объем улова за 6 месяцев Составил 7 424 тонны рыбы Большая часть улова приходится На морской промысел Основной рыбодобытчик в нашем регионе Это Ненецкий рыбаколхозсоюз Их территория Прибрежные воды Новой земли Далее Акватория Северной Атлантики То есть в водах Международной ассоциации Здесь квоты освоены на 100% А у Новой земли Всего лишь на 80% Объект добычи Треска, пикша, морской окунь, селедка и скумбрия Напомню На сегодняшний день Флот рыбаколхозсоюза Это 6 морских судов Если они добывают рыбу почти круглогодично То на внутренних водоемах региона Это прибрежные территории Реки и озера Промысел начинается после прохождения ледохода И до ледостава По итогам первого полугодия Вылов составил 33,5 тонны А теперь посмотрим кто, где и на что ловит Итак, поселок Индиго расположен в устье реки С таким же названием То есть Индиго Здесь и в районах Фарики, деревня Черная и Болванской губы В основном промышляют индивидуальные предприниматели Их улов это Навага и Камбала С пока Заполярье осуществляют лов рыбы в Белушье и Волонге Тоже на побережье Эти хозяйства добыли в первом полугодии 33,5 тонны рыбы Активно занимаются выловом рыбы И семейно-родовые общины И представители КМНС Место добычи река Печора и озера Объект ловли все виды рыбы При этом без лицензии по заявительскому принципу Но по лицензии ловят семгу, горбушу, стерлят, нельму, сик и чер Сейчас в Ниньском округе зарегистрированы 50 рыбопромысловых участков Три морских, 31 на реках и 16 на озерах В планах администрации региона открытие еще 11 участков Определение границ рыбопромысловых участков Восчисляется департаментом природных ресурсов, экологии и АПК С учетом предложений граждан, общественных объединений, юридических лиц, муниципальных образований А также заключений научных организаций Квоты на вылов устанавливаются центром природопользования Ниньского округа Распределяются они между промышленниками, предпринимателями, представителями КМНС и рыбаками-любителями Нам дается округу объем по видам рыб, например, щуки на реке Печорье Ну я так, для 100 тонн И это и промышленный, и любительский КМНС в лоб идет И вот пока эти 100 тонн все эти виды рыболовства не освоят Лоб будет продолжаться Или месяц, или весь год Вот в прошлом году, например, в 2014 году В конце ноября вышел приказ о запрете вылова в бассейне реки Печорье Впереди и вчера, потому что выделенные объемы были освоены В этом году квоты на так называемые анодромные виды рыб То есть семга, горбуша, составили 2,5 тонны Но теперь по один из, пожалуй, главных вопросов А что делают с выловленной рыбой? Рыбак Колхоз Союз ее продает В основном в Россию Часть рыбы попадает на прилавки магазинов региона Частники ловят для себя, КМНС тоже А ИП продают в рестораны, магазины, ну и так далее По словам специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа Вылов за первое полугодие средний Способствовать увеличению объема рыбодобычи, по мнению правительства страны Должны специальные экономические меры В нашем регионе такой мерой может стать строительство рыбоперерабатывающего цеха в Наринмаре На разработку проектно-сметной документации, которого уже объявлен аукцион Госконтракт на разработку проектно-сметной документации будет финансироваться из бюджета региона Начальная цена проекта почти 3,5 миллиона рублей Цех разместится на улице Заводской, где раньше планировалось построить крупный рыбоперерабатывающий завод Кроме собственного цеха, здесь будут расположены химическая и микробиологическая лаборатории для проведения анализа продукции Предполагается, что цех будет работать в одну смену и производить в сутки 350 килограммов продукции холодного копчения 250 килограммов горячего копчения, по 200 килограммов мороженной рыбы, вяленой продукции и фаршевых изделий А также 100 килограммов рыбных пресервов Основной сырьевой базой для цеха станет рыба, добываемая в водоемах Нинецкого округа Ввод в эксплуатацию рыбоперерабатывающего предприятия позволит создать дополнительные рабочие места На производстве будут заняты 30-40 человек Кроме того, реализация проекта предусматривает открытие двух модульных рыбоприемных пунктов в селах Коткино и Великовисочная для первичной обработки рыбы На промысле планируется задействовать не менее 300 рыбаков, а это по сути тоже новые рабочие места и гарантированный доход для жителей НАО, занимающихся рыбной ловлей Теперь к событиям, о которых нельзя не вспомнить На этой неделе в регионе уже второй раз за лето снова завершился отопительный сезон Причина банальная – потепление заволярной столицы на протяжении пяти дней Столбик термометра показывал больше 8 градусов выше нуля Напомню, первое отключение тепла в Наринмаре произошло 2 июня Но уже через месяц отопительный сезон был возобновлен в связи с похолоданием В поселке Искатели отопительный сезон по факту не прекращался Как пояснили в пожилком сервисе, в летний период при низкой температуре воздуха отключение тепла происходит по мере необходимости для проведения ремонтных работ, как правило, всего на 2-3 дня Ну а в деревнях и селах тем временем началась активная фаза подготовки к предстоящей зиме На эти цели выделены немалые деньги – более 1 миллиарда рублей С помощью этих средств к новому отопительному сезону, который, по сути, еще даже не прекращался, нужно подготовить все объекты ЖКХ В муниципальных образованиях региона уже сформированы перечни таких объектов В настоящий момент идет закупка материалов, необходимых для проведения работ Основная часть мероприятий по ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры запланирована на август Сельсоветам и предприятиям необходимо провести работы по подготовке к зиме котельных, тепловых и электросетей, воды и газопровода, уличной и дорожной сети, очистных сооружений Некоторые населенные понты в передовиках, то есть они уже готовы к предстоящей зиме К 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду Для ресурсно-снабжающих организаций установлен срок завершения подготовительных работ не позднее 1 ноября Жилфонд необходимо подготовить к зиме до 15 сентября, а учреждение образования к началу учебного года Помимо прочего в деревнях и селах сейчас время преображения Муниципалитеты занимаются благоустройством, ремонтируют, красят, строят В этом году на задумки населенных пунктов администрация региона выделила 100 миллионов рублей в виде грантов О том, что уже удалось сделать или еще только предстоит в следующем материале Детские площадки в Омском сельсовете уже не редкость По одной вижу сейс на Пе, четыре в Оме Этим летом в деревне поставят еще один городок Муниципалитет выиграл окружной грант в 9 миллионов рублей Долгожданные средства пойдут на информационные стенды с подсветкой, фонари и скамейки Новый плиточный тротуар Словом, все, что нужно для комфорта населения У нас уже плитка вот сейчас сегодня выгружается Плиточка у нас, да, тротуарная возле Дома культуры Уже пароход зашел, ее буду сейчас укладывать Негулочная машина у нас тоже заказана И вот детская площадка У нас две в центре площадочки Одна в одном конце, другая в другом конце И вот еще у нас там есть новые дома, которые для оленеводов построены Мы хотим еще в том месте еще раз в месседельскую площадку Ома – одно из 12 поселений победителей конкурса грантов Сумма зависела от численности населенного пункта и прошлогодних работ по развитию территорий Так в Тельвиске появится пункт сбора алюминисцентных ламп Откуда их централизованно будут вывозить на утилизацию Для массовых мероприятий администрация закупит туалетные кабинки А еще в Тельвиске появится мостовая из брусчатки Аналог Наринмарского Арбата Пришлось бы решать по-другому, более сложно Через сессии собрания депутатов и так далее и тому подобное Этот путь гораздо дольше Но и то, учитывая нынешнюю экономию во все стороны Не факт бы, что нам эти денежки бы достались В таком объеме, предположим, даже А тут именно грант, именно по благоустройству Где мы готовим мероприятия Соответственно, на эти мероприятия нам следствия выдались В Коткино на выделенные 3 миллиона рублей Планируют наконец-то привести в порядок Систему вывоза мусора Администрация заказала контейнеры И теперь в селе будут осуществлять Централизованный вывоз мусора, как в городе Сейчас они сами накапливают Потом мы по мере надобности Заказываем прицепы в колхозе Прицепы вставляются Мусор собирается и вывозится Это не очень удобно для населения Потому что где-то нужно им складировать А тут удобно будет Кроме того, в отдельных муниципалитетах На выделенные средства закупят Снегоуборочную технику И оборудуют места хранения ТБО В год 70-летия Победы Практически все поселения проведут ремонты Мемориалов, посвященных подвигу солдат В годы Великой Отечественной войны А в Астькаре появился новый модульный магазин Его приобрели с помощью субсидий от Заполярного района Этой новостью с нами поделилась жительница поселка Татьяна Хатанзийская Необходимость в открытии второго магазина назрела давно, говорят местные жители Население растет, поселок активно строится все дальше от центрального магазина В связи с этим жители Усть-Кары обратились в район с просьбой открыть дополнительную торговую точку В ноябре прошлого года администрация Заполярного района Предоставила Карскому потребительскому обществу субсидию на возмещение части расходов Связанных с приобретением и доставкой модульного магазина Его уже установили, а также в поселок доставили необходимое оборудование Сейчас ведутся работы по утеплению здания Также электрификация и открытие модульного магазина ожидают в августе Также подобные модульные магазины скоро появятся в потребительских обществах Нижней Печорья, Колгуева и Индиге На покупку зданий администрация региона выделит им более 18 миллионов рублей Другим темам – картофель с гарантией Экологически чистый продукт собственного производства на прилавках наших магазинов уже скоро станет не редкостью, а обычным явлением Фермерские хозяйства набирают обороты Если в прошлом году в НАУ их было всего два, то за половину этого уже шесть Одно из последних открылось весной Сейчас агропромы ждут первый урожай Эти земли нетронутыми оставались десятилетия, а уже сегодня здесь растет картошка Площадь небольшая, всего 12 соток, однако это только начало, уверяет частный фермер Юрий Рось В перспективе увеличить угодья в разы Всю выращенную продукцию агропром планирует реализовать здесь, в регионе Прежде всего в детских садах, школах и больницах Ее сможет приобрести и местное население, а желающих уже хоть отбавляя Главное, говорит фермер, чтобы хватило на всех Как бог даст, посмотрим Не дай бог, как тот год был, что вообще ничего не собрали Из-за погоды? Да А в этом году как погода? В этом году нормально, в том году просто морозом побил Ничего лишнего, только натуральные удобрения Вот рецепт экологически чистого продукта На этом поле размером в гектар работают всего два человека Юрий и его сын Уже в этом году, помимо выращивания картошки Частные фермеры намерены заняться птицеводством Возможности есть Региональные власти всячески поддерживают местных энтузиастов Агропромов они называют некими первооткрывателями Точнее, возродителями традиций Надеемся, что теперь при государственной поддержке При наличии частной инициативы И таких инициативных людей по Кьюри И его сын Сергей, который как раз и зарегистрирован Как крестьянское фермерское хозяйство Нам удастся возродить, скажем, картофелеводство И надеюсь, это будет просто примером для остальных Когда-то примером переселенцев из Коми Которые первыми стали выращивать картофель на Нинецких землях Последовали жители многих поселков И это принесло хорошие результаты Результат фермерского труда Юрия Рось На прилавках появится уже в сентябре С 1 сентября начнет действовать новое осенне-зимнее расписание автобусов Но прежде чем утвердить документ, автопредприятие решило посоветоваться с жителями города Чтобы узнать о мнении пассажиров, в рейс отправилась наша съемочная группа На официальном сайте автотранспортного предприятия разместили проект нового осенне-зимнего расписания До 1 августа каждый пассажир может принять участие в его корректировке Свои предложения вы можете оставить на официальном сайте www.atp83.ru В городской администрации или в письменном виде передать прямо кондуктору Здравствуйте Здравствуйте Скажите, вам поступали уже от граждан пожелания по поводу нового расписания? Ну, только в устном виде пока все пожелания идут Потому что многие люди в отпусках и многие еще не видели этого расписания О новом расписании знают и правда немногие Оно появилось на сайтах городской администрации и АТП в начале июня Проекты расписания разместили в некоторых автобусах и на остановках Нет, я не знала даже Посмотрю обязательно У вас какие-нибудь вопросы, пожелания есть? Сидеть на работу Вопросов нет, мне все устраивает Чтобы с утра, когда люди едут на работу, на обед и с работы Чтобы почаще ходить, как обычно А почаще за сколько вы для вас обнимаете? Ну, минут 10 Разница между автобусами Главное, как в поселок Городецкий автобусы так же выходили, чтобы не изменяли А если на 411 кто-то объезжается, так надо знать расписание Если расписание, я буду знать, это сел, дошел ко времени и поехал А до площади очень часто автобусы ходят Очень хорошо Узнать мнение пассажиров АТП хочет неспроста В июне, когда автобусы стали ходить по летнему расписанию, люди негодовали Количество рейсов заметно сократилось Для летнего режима это характерно В июне один автобус перевозит на 15-20% пассажиров меньше, чем, к примеру, в декабре Будут ли сокращены рейсы в новом осенне-зимнем расписании, мы спросили в муниципальном предприятии Дело в том, что в расписании в этом, например, поменялись движения самих автобусов То есть на сегодняшний день у нас в пределах одной смены автобус совмещает несколько рейсов Допустим, он ездит по 411, в какой-то период он идет по 413, в какой-то период он идет по четверке То есть больше стало 413-го рейса, 411-й убрали, делали мониторинг пассажиропотока Получается, что удобнее людям ездить, да, и потом сейчас дорого, в принципе, пересаживаться, да, с пересадками ехать все-таки Вследствие этого сократили движение маршрута номер 2 В дневные часы, когда пассажиропоток сокращается, рейсов также будет меньше А вот в пиковое время, утром и вечером, автобусы будут ходить регулярно По словам разработчиков нового расписания городской администрации, изменения продиктованы оптимизацией бюджета в компании Знаете, что сегодня пассажиры, огромное количество пассажиров ездит бесплатно Две трети пассажиров ездят бесплатно Это все пенсионеры, все дети до 18 лет И поэтому та выручка, которую собирает АТП, безусловно, не позволяет осуществлять пассажирские перевозки В 2014 году на перевозку пассажиров было потрачено более 160 миллионов рублей Выручка составила не более 36 Недополученные доходы предприятию компенсирует округ Чтобы покрывать эти убытки самостоятельно, предприятию пришлось бы повысить стоимость проезда на 30-40 рублей Поэтому сокращение рейсов – мера вынужденная А пока расписание не утвердили, каждый пассажир может внести свою коррективу 22 рабочих места для граждан с ограниченными возможностями здоровья Именно столько вакансий предлагает сегодня Центр занятости этой группе соискателей С начала года через службу трудоустроились 11 человек, еще 18 остаются без работы Почему работодатели и соискатели не могут встретиться, узнавала наша съемочная группа Более 300 звонков за смену, внимательность и вежливость Вера Витальевна старается выполнять свою работу добросовестно Уже полтора года помогает встретиться врачу и пациенту Назначает дату и время посещения поликлиники Условия труда очень хорошие, у нас тепло, не так давно нам поменяли систему отопления Мы можем себе позволить, кольги, футболочках, тепло, хорошо, хороший креатив Все у нас очень миролюбиво, мы так ко всем относимся, мне это очень нравится Вера Витальевна, как и пять ее сотрудниц, люди с ограниченными возможностями здоровья Для них работодатели устанавливают укороченный рабочий день Предусматривают льготы по оплате больничного листа, оборудуют специальные рабочие места У меня была операция, потом мне на моей работе не разрешают, нейрохирурги работать мне на моей работе не разрешают Потому что нужно стоять целый день за креслом Я парикмахер по профессии Ненецкая окружная больница – одна из 16 организаций, где работают лица с ограниченными возможностями здоровья Эти учреждения работают в рамках 14 окружного закона Согласно документа, предприятия с численностью работников свыше 100 человек обязаны устанавливать квоты для льготной категории работников – 3% от общего количества Однако более 15 компаний уклоняются от этой обязанности В индивидуальной программе реабилитации каждого инвалида указываются ограничения по труду И работодатель, когда их принимает на работу, он должен эти ограничения соблюдать Эти ограничения накладывают определенные требования к рабочему месту В прошлом году мы трудоустроили одного работника на уборку территории И работодатель купил для него снегоуборочную машину Нежелание работодателей тратить средства на переоборудование рабочего места округ учёл С 2013 года им возмещают затраты – почти 73 тысячи рублей на одно место Между тем, на имеющейся вакансии пока не нашлось желающих Руководитель центра объясняет это в том числе отсутствием образования у соискателей Если есть возможность, центр отправляет безработных на обучение или трудоустраивает временно Словом, помогает безработным найти своё призвание и улучшить финансовое положение Исторический марафон в Пустозерске Вот уже неделю проходят масштабные археологические раскопки Там разбили целый лагерь для поисков утраченного города В округ приехал известный на всю Сибирь археолог Сергей Пархимович Что мечтает найти учёный на Неницкой земле, узнавала моя коллега Ирина Цепетова О предстоящих раскопках городища Пустозерск Сергей Григорьевич говорит с нескрываемым удовольствием Ведь впереди огромная работа, поиски утраченной истории города, в котором полвека назад кипела жизнь Я даже не мечтал, что судьба так словится, что сюда попаду, на это городище Ну, благодарен судьбе за такой случай В Неницкий округ археолог приехал неспроста Уже 13 лет Сергей Пархимович занимается раскопками легендарного сибирского города Мангазея Он моложе Пустозерска почти на сотню лет Учёные убеждены, что, несмотря на удалённость друг от друга, два древних северных города связаны Если по Мангазее уже написано три тома исследований, то история Пустозерска до сих пор находится под слоем вечной мерзлоты Информация скудная, признаётся археолог Настало время узнать что-то большее Помогать в этом нелёгком, но интересном деле в Неницкий округ приехали давние спутники учёного Археологи не по профессии, но по призванию Вот уже не один год эти энтузиасты с лёгкостью меняют отпуск на море на полевые условия Юрий Костылев преподаватель латинского языка из Екатеринбурга Уже 10 лет он, как зачарованный, едет туда, где Сергей Пархимович начинает очередной поиск древней истории Никакого практического интереса здесь нет Исключительно полевой, признаётся Юрий Костылев Ну, честно говоря, вот с 98-го года я езжу, получается, в поля Всё это время хотел оказаться в Неницком округе Архангельской области Чему, расскажите? Ну, так, романтика с бантиком, наверное Потому что в Архангельской области, ну вот, в той, скажем так, западной части я в трёх экспедициях бывал Ну и хотелось вот как-то вот по-восточнее тоже побывать Романтика полевой жизни и ни с чем не сравнимое чувство сопричастности к историческому событию Привела на раскопки городища и окруженных ребят В помощь опытным археологам приехал в волонтёрский лагерь музея Пустозерск В его составе студенты и рабочие Также энтузиасты, любители северной природы, походов и приключений У меня как хобби, я люблю всякие вылазки на природу различные Если есть возможность, вот сейчас отпуск взял специально За свой счёт, чтобы сюда съездить, отдохнуть, сменить обстановку Кроме участия в раскопках, у ребят на ближайшие две недели есть и другие не менее важные задачи Предстоит привести в порядок территорию Пустозерского музея после половодия Проложить туристические маршруты на Малый Бор и на реку Гнилку Помимо физической работы будет и просветительская Будете знакомы с историей Пустозерской? Да, конечно, обязательно У нас запланирован лекторий И все специалисты, которые здесь, научные сотрудники, которые здесь будут работать Будут какие-то лекции читать ребятам Плюс будут проводить экскурсии по городищу, по Малому Бору, по Гнилке Времени на все поставленные задачи у волонтёрского лагеря до 2 августа Археологи задержатся на городище до середины месяца А пока все вместе они ставят лагерь Соружат необходимые в быту постройки, облагораживают территорию Готовят маркерные колышки для разметки территорий раскопок Приступить к ним планируют уже в ближайшее время О том, что хотят или планируют найти, говорят почти шепотом, чтобы не сглазить Я надеюсь, материалы наших раскопок В том числе, в первую очередь, находки А опять же, фотографии, реконструкции построек Какие там, если будут у нас выявлены Они должны быть представлены народу Тем людям, которые интересуются историей Пустозерскому Дают быть представлены, в конце концов, в экспозициях Первые результаты археологи планируют получить через 1-2 недели Увидеть уникальные находки можно будет и в новостях на телеканале «Север» И в пятницу с городища Пустозерск пришли первые известия На месте раскопок найдена монета 18 века А также топор и фрагмент кожаного чехла Более подробную информацию об этих находках появится чуть позже Мы будем держать вас в курсе событий А пока к другим темам Осторожно! Грибы-убийцы Такими заголовками СМИ пугали жителей Подмосковья с начала лета А там в лесах появились грибы-мутанты С виду обычные, внутри ядовитые Жители региона, тем временем, уже тоже потянулись в леса Не рады этому только две категории людей Спасатели и медики Первые исправно выводят из леса заблудившихся А вторые оказывают помощь тем, кто набрал Каких-то грибов, вроде бы похожих на съедобные Наш корреспондент Валентин Очебичек О тихой охоте, на которой нужно быть предельно аккуратным Грибы есть, растут везде По данным энциклопедии, их у нас около ста видов Плюс десяти им хватает, чтобы вырасти и порадовать грибника Я к последним не отношусь Поэтому пригласила специалиста природопользования Сергея Вячеславовича Козлова Чтобы выведать, какие грибы самые вкусные Но сначала очень важный вопрос Так ли много в нашей тундре несъедобных, ядовитых грибов Которые представляют опасность для людей? Нет, у нас мало таких грибов Но основные здесь мухоморы Красные, пантерные, бледные поганки А с чем это связано, что в средней полосе их много, а вот здесь в заполярье их меньше? Ну, как бы у нас здесь почва беднее И разнообразие, естественно, меньше, чем в средней полосе О, а вот это что за гриб? Ну, вот этот гриб, это козляк Вот, или маховик, еще его называют Он какой-то съедобный, несъедобный? Он условно съедобный, его, в принципе, можно отваривать, пожарить А условно это почему? Ну, условно это, вообще грибы делятся на 4 категории Есть первая категория, самая лучшая, их даже в сыром виде можно есть Есть второй категории, третий и четвертый Так вот, это относится к четвертой категории Как бы, ну, это когда вообще год голодный Когда грибов хороших нету То вот можно, в принципе, даже вот эти маховики собирать И это, жарить их, варить и употреблять пищу Вот, а это у нас масленок Тоже относится к группе маховиков Но он более, как сказать, лучше И он уже где-то к третьей категории относится То есть у него больше питательных и полезных веществ Да, более у него Вот Очень, очень вкусный, когда его пожаришь на сковородочке с маслом Вообще замечательный гриб Скажите, как все-таки правильно собирать грибы? Кто-то говорит, что их нужно выкручивать Кто-то говорит, что нужно срезать аккуратно и оставлять корень Вот, ваше мнение Лучше всего его срезать, конечно Оставлять корешок, как бы, ну, нижнюю часть гриба, так скажем Не корешок, потому что у него корней нету, у него не кориза А кто-то говорит, что вот этот вот корень потом будет гнить и ничего из него не вырастет Из корня ничего не вырастет А вырастет из... вот там, если сейчас... я его вытащу Вот я его вытащил Вот, вот эта вот часть, вот эта вот, корневая микориза, так скажем И вот из нее, из нее грибы-то вырастают Они вот не из этого, не из тела, из этого О, это уже какой-то, наверное, благородный гриб, да? Ну да, этот уже гриб у нас подосиновик Или в простонародье его называют красноголовик К какой он категории относится? Он относится к первой, ко второй категории Северные люди, можно сказать, основное это и собирают красноголовики и белые грибы Это, как бы, считается, самые лучшие грибы здесь у нас Они предпочитают грибы благородные Ну, попробуем срезать, а вы скажете, правильно или нет Вот так вот, под корень его, да? Корень остается, немножко прикрываем И кладем в корзину наш урожай Сразу можно не ложить, вот тут, посмотри Ножки очень вкусные у них Поэтому их червь съедает в первую очередь Вот, и желательно Если червивая ножка, ее сразу можно обрезать То есть, прям сразу... О, видите? Ага Черевом поражен А шляп поставляем Вот так и в корзинке будет и места побольше Еще можно грибов собрать Этот красненький, это козляк стоит А вот этот маховик настоящий Его, в принципе, сейчас можно срезать А он к какой категории относится? Маховики, третья категория Вот у него характерно вот это вот, желтого цвета Встречаются вот эти вот волнушки розовые Тоже хороший съедобный гриб Он третьей категории В основном его на солении используется То есть, засаливают Ох, вот оно, счастье грибника Очень удачная полянка Это красноголовики, подосиновики Вот так их и собирают По грибочку и в ведро И еще целых два Просто грибное счастье Понятно, почему это называется тихая охота Азартное занятие Красавчики Вот, такого бы гриба еще не находили Ну, это, в принципе, обычный гриб Подберезовик Тоже считается ценным Да, съедобный гриб Второй категории, пожалуйста Это будет завершающий аккорд нашей прогулки грибной Посмотрите, мы погуляли несколько минут, а грибов целое ведро Замечательно Спасибо большое, Сергей Вячеславович На этом все Такое запомнилось в этой неделе нашим корреспондентам Итоги следующие, как обычно, в воскресенье До встречи, берегите себя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин